Хотя предоставленные Министерством юстиции данные считаются предварительными, из них можно сделать вывод, что число убийств в нашей стране сокращается из года в год. Так, например, в 2005 году в Эстонии убийства унесли жизни 123 человек. Семью годами позже от рук убийц погибли уже 65 человек, а годом позже одеяния преступников скончались на 13 человек меньше. Не прекратилось падение уровня убийств и в позапрошлом году, когда из-за умышленных и непредумышленных убийств погибли 42 человека. В прошлом же году насчитывалось 40 убийств, среди которых также были как умышленные, так и непредумышленные. К счастью, 10 таких тяжких преступлений удалось предотвратить, в результате чего число погибших в них было на 2 человека меньше, чем годом ранее. А это является рекордно низким показателем всех времен. Действительно, число убийств в течение последних 20 лет у нас неуклонно снижается. Когда-то у нас бывало время, когда каждые 7 месяцев у нас насчитывалось по 70 убийств. Сейчас же их совершено 25. Но все-таки их суммарное количество выше, чем в некоторых других государствах. Руководитель аналитического отдела Министерства юстиции добавил, что хотя ситуация в нашей стране и улучшается, хорошие ее пока называть рано. Если число убийств уменьшилось, то суммарное число других преступлений оставляет ситуацию на прежнем уровне. Увеличилось, например, количество зарегистрированного домашнего насилия и уличной преступности. Так что никаких существенных перемен в этих направлениях не происходит. Действительно, говорить о полном искоренении тяжких преступлений пока рано. Тем более, что число убийств имеет тенденцию то к бурному росту, то к падению. Так если за первые пять месяцев нынешнего года их было зарегистрировано 12, то лишь за первый месяц лета их число существенно выросло.